Глава пятая Не похоронив убитых и не собрав оружие Отряд стащил трупы В находившуюся неподалеку рощицу вязов И сложил их в огромную братскую могилу Старинные ружья Заменили на многозарядные боевые винтовки Из разговоров в отряде Тухокс понял, что дом был Условным местом встречи Зикозес отправил двух человек в разведку Вернувшись, они сообщили Что местность свободна от врагов Тухокс осматривал опустошенный дом Он зашел в большую комнату Похожую на учебный класс Окно было выбито На полу валялись горы разорванных книг И среди них большой глобус Тухокс поднял его И поставил на стол Даже одного взгляда было достаточно Чтобы подтвердить самые худшие предположения Азия, Африка, Австралия, Европа Все есть Но очертания Очертания были совсем не такими Как их помнил Тухокс Он медленно поворачивал глобус Вот и тихий океан В комнату вошел О'Брайен Тухокс хотел повернуться И закрыть глобус спиной Но ирландец уже подошел к столу И крутанул шар Потом чуть наклонился Присмотрелся повнимательнее И пробормотал Черт побери, что это такое? И повернув глобус Еще раз закричал Неправда, этого не может быть! Там, где должна была быть Аляска Начиналась цепь островов Которые по логой дугой тянулись на юго-восток И заканчивались большим островом На месте которого должно было быть Мексиканское Нагорье Пара крошечных островов на востоке Вот все, что осталось от высочайших вершин Олеган на востоке А всю остальную площадь Занимало водное пространство На месте Центральной Америки Была еще одна цепочка островов Островами же были и Южная Америка Сандами и Боливийское Нагорье Хотя протяженность их была гораздо больше Чем в Северном полушарии Тухокс, у которого от волнения вспотели ладони Пару минут изучал Западное полушарие Потом повернул глобус И попытался прочитать название европейской части Алфавит явно происходил от греческого Все буквы были заглавными О'Брайн застонал Я чувствовал, что что-то неладное Но что именно сказать не мог Что это за мир? Ты можешь представить себе два параллельных мира? Спросил Тухокс Если я не ошибаюсь Мы как раз в одной из этих параллельных вселенных Это странное ощущение на Гайавате Пробормотал О'Брайн Думаешь, оно возникло при переходе через Ну, врата, что ли В другой параллельный мир Да, все верно Можешь называть это хоть вратами, хоть... Но только то, что для нас было лишь вымыслом писателей-фантастов Теперь стало реальностью Параллельные миры существуют И мы как-то попали в другую вселенную Это тоже земля, но не наша О'Брайн показал на глобус И на этой земле Северная и Южная Америка находятся под водой Он передернул плечами и перекрестился Тухокс кивнул Я уже давно понял То, что в нормальном мире существовать не может Тем не менее, где-то существует Дзикозес и его люди, например, говорят на индейском диалексе Принадлежащем к семье Чироки и родственным им народам А девушка, поверишь, говорит на языке родственном английскому Она называет его ингвинитало Или бладландским языком Но этого не может быть Я думал, что она ирландка Или, может быть, шведка Тухокс повернул глобус На нашей земле индейцы в доисторические времена эмигрировали из Восточной Азии в Северную Америку А потом переселились в Центральную и Южную Америку Переселение началось около 12 тысяч лет назад и продолжалось несколько веков Как мы знаем, все эти первоначально монголоидные группы и роды развились в Америке в индейский тип Эскимосы, кажется, были последними, кто предпринял это переселение Но на этой земле индейцы не могли переселиться в Америку Поэтому они переселились на Запад и дошли до Восточноевропейских стран Он провел указательным пальцем по Европе и ткнул в Апенинский полуостров Государство, отмеченное границами желтого цвета, включило часть Хорватии и Чехословакии Тухокс громко прочитал название этой страны Акхайвия, Ахея Если это Ахея, тогда, получается, греки почему-то переселились на Апенинский полуостров А не осели в Певопонессе Он склонился на глобусы Хати, хати, хеты На нашей земле они завоевали часть Малой Азии, пережили расцвет, в средние века двинулись на Египет, а потом исчезли А что произошло с греками? Что произошло здесь? Они прочно осели в стране, которая была населена греками, а потом почему-то устремились на Запад И нашу Грецию назвали именем Хати Он продолжал рассуждать слух Я, конечно, не знаю подробностей и исхожу только из своих наблюдений Но могу поклясться, что иракезы и другие индейские племена вторглись в Восточную Европу и осели там Если это было очень давно, пути индоевропейских народов могли и измениться Этим можно объяснить присутствие индо-германских хетов в Греции и греков в Италии Может быть, вторжение с Востока привело к тому, что народы этих стран были оттеснены дальше, на Запад? Спрашивается, что же стало с италийскими народами? С сомнитами, платинами, с обинянами, вольсками Может быть, их тоже оттеснили на Запад? Они поселились в Италии до ахейцев и были покорены? Он указал на ярко-зеленое пятно, занимающее Восточную Румынию и Украину Гатинозония На языке иракезов это звучит как кс-тихизанки Что означает строитель домов Наш Днестр здесь называется Ох-Хиджо Прекрасная река, как наше Огайо Как тебе это нравится, Абрайан? Абрайан слабо улыбнулся Спасибо, но что мне эти знакомые названия, не могу я еще во все это поверить А придется, сказал Тухокс И с воодушевлением первооткрывателя снова нагнулся на глобусом Обведенная Красным область, включающая в себя Данию, Нидерланды, Германию, Польшу и часть Чехословакии, называется Перкуния Перкуния Перкуния, странно Это слово похоже на производное от литовского слова Перкунис Перкунис был главным богом древних литовцев Я слышал, как Дзюкозес называл своих врагов Пазоша Учтем произношение, может имеется в виду Прусаки Которые в нашем мире были оттеснены всадниками орденов на восток и породнились с литовцами Он посмотрел на остальные европейские страны Скандинавия, Дрондхайм, снег? А может, она здесь ассоциируется с белыми медведями? Тухокс тихо птесвистнул и повернул глобус на полоборота Все было так, как он и предполагал Гольфстрим был и здесь Неотклоняемый североамериканским континентом, он тянулся ближе к северо-западу Вдоль цепи островов скалистых гор и в конце концов объединялся с северным рукавом Курасивы Тухокс снова присвистнул Для истории Европы данного мира это было таким же чрезвычайно важным фактором, как и вторжение монголо-индейской группы Он сказал Сейчас здесь жарко, но могу поклясться, что это ненадолго, скоро наступит адски холодная зима Тухокс подошел к уцелевшим полкам и просмотрел несколько книг Он нашел атлас с более детальными картами, чем глобус Сопроводительные тексты и подписи на картах были двуязычными На греческом и на языке гатинозонии Разобраться в этом греческом было трудно Он отличался от классического греческого и содержал множество чуждых ему слов Но все же проще, чем читать по-индейски Тухокс повернул голову к Брайану Теперь ты знаешь, почему тебя никто не понимает, когда ты пытаешься здесь попросить сигарету У Брайан угрюмо кивнул Потому что испанцы узнали о табаке в Америке Но тогда в этом проклятом мире получается нет ни картофеля, ни помидор Да, похоже на то, задумчиво сказал Тухокс Не полакомишься ты здесь и шоколадом Но мы здесь, и единственное, что нам остается, надеяться на лучшее Их прервали Дверь распахнулась, и в комнату вошел Дзикозас А с ним человек двадцать солдат в светло-зеленых мундирах Коричневых сапогах, зашнурованных до колен Конические стальные шлемы напоминали по форме шляпы китайских кули И у каждого солдата была длинная изогнутая сабля и однозарядное ружье Почти все чужаки были смуглыми и темноволосыми Офицер, не спуская глаз летчиков, о чем-то расспрашивал Дзикозаса Вдруг он нахмурился, прервав Дзикозаса на полуслове Подошел к пришельцам и резким приказным тоном потребовал у Тухокса оружие Тухокс выполнил приказ не сразу Он медлил, раздумывая Затем проверил, стоит ли пистолет на предохранителе и протянул его офицеру В подобном положении лучше было подчиниться Офицер повертел пистолет в руках, сунул его за пояс и дал знак своим солдатам Дзикозас и его партизаны отступили Солдаты вывели летчиков и эльмику Хускарля из дома Тухокс и Абрайен оказались в новом отряде И снова пришлось идти ночами, а днем отдыхать в укромных уголках, чтобы не нарваться на патрульные и военные отряды перкунцев Враг уже успел захватить эту местность, но закрепиться еще не успел И если отряду удалось избежать встреч с перкунцами, то спрятаться от полчищ комаров было просто невозможно Солдаты ежедневно натирали руки и лица вонючим жиром, чтобы защититься от кровососов И вскоре оба пришельца были вынуждены последовать их примеру На третий день пути у Абрайена поднялась температура Его знобило и бросало в пот Тухокс определил, что это малярия И санитар группы подтвердил этот диагноз Идти Абрайен не мог Его понесли на носилках, сураженных тут же из стволов молодых деревьев и солдатских накидок Тухокс держал один конец носилок, кто-то и солдат другой Каждые полчаса солдаты сменялись Но Тухокс ни разу не выпустил носилок из рук и тащил их, пока руки совсем не деревенели Четыре раза в день Абрайен пил таблетки, выданные санитаром Но лекарства не помогали Ирландец мерз, потел, его все так же бил озноб Но постепенно приступы прекратились И дальше Абрайена все еще не выздоровевшего заставили идти пешком Офицер ясно дал понять, что никаких задержек не потерпит Тухокс видел, что тот без всяких колебаний застрелит любого, кто хоть чем-то помешает группе продвигаться или подвергнет ее малейшей опасности Судя по всему, главной его заботой было провести девушку через вражескую территорию После нескольких дней перехода, во время которых Абрайен совсем ослабел, отряд вышел к деревне Это была первая деревня на их пути, которой война обошла стороной Здесь Тухокс впервые в этом мире увидел железную дорогу и локомотив Старинная машина, в его мире такой локомотив был построен в конце 18 века С высокой домовой трубой и причудливой формы и ярко-красными вагонами, разрисованными каббалистическими знаками Деревня была конечной станцией железнодорожной линии По обеим сторонам дороги стояли дома Их было около 30, и на каждом красовалось нарисованное или вырезанное изображение какого-нибудь духа защитника Офицер вежливо проводил девушку к пассажирскому вагону и помог ей подняться С американцами же он не церемонился Из его криков Тухокс, уже неплохо ориентирующийся в языке, разобрал, что им нужно пройти на три вагона дальше Но, сделав вид, что ничего не понял, солдаты схватили его и Абрайана, поволокли вдоль состава и грубо затолкали в вагон для скота Вагон был битком набит ранеными Они сидели и лежали на полу посыпанным соломой Немного потолкавшись, Тухокс нашел место для Абрайана Уложил его и решил раздобыть воды За ним, не отставая ни на шаг, шел человек с перебинтованной рукой и окровавленной повязкой на голове В здоровой руке раненый держал длинный нож И Тухокс понял, да тот и не скрывал, что при малейшей попытке к бегству ему перережут горло Все пять дней до самого конца путешествия, пока поезд не прибыл в столицу государства, город Эстокву Этот раненый не отходил от пленников ни на шаг Дорога была тяжелой, жара, вонь, стоны раненых превратили поездку в сплошной ад Поезд часами стоял на запасных путях, пропуская военные эшелоны В один из дней, когда Абрайану было совсем плохо, раненым и больным не давали воды У Брайан был близок к смерти, но слава богу поезд остановился на запасном пути, поблизости от ручья И все, кто мог ходить, сталкиваясь и калеча друг к другу, ринулись наружу, чтобы наполнить котелки и фляги водой У солдата, лежавшего рядом с Абрайаном, была гангрена От него непереносимо отвратительно воняло, так что Тухокс не мог есть На третий день пути несчастный наконец умер Его товарищи быстро выбросили труп из поезда на полном ходу Как ни странно, Абрайан начал потихоньку выздоравливать Когда поезд прибыл в Истокву, лихорадка прошла Он был слаб, бледен и тощ, но состояние его все улучшалось Болезнь отступила Тухокс не знал, что тут помогло Собственные силы и упорство Абрайана, или же таблетки санитара, или и то, и другое вместе А может, у него была не малярия Но это уже не имело никакого значения Главное, что Абрайан снова был здоров Поезд прибыл в Истокву ночью, под проливным дождем Тухокс прильнул к вентиляционному отверстию Но кроме ярких вспышек молний, разгоняющих тьму Так ничего и не увидел Ничего не смог увидеть он и потом После долгого ожидания его вывели из вагона завязанными глазами Заломленными за спину руками И под охраной солдат куда-то повели Под ледяными струями дождя Тухокс шел по площади, спотыкаясь и увязая в чавкающей жижи Потом его втолкнули в автомобиль И усадили спиной к стене Рядом кто-то сидел Это оказался Убрайан Связанный так же, как и он Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова